Подели, дели, дели, цену по четвертям. Подели, не откладывай сразу, купи. Подели, дели, дели. С Подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Теперь выпуски начинать будем именно так. Всем привет. Ладно, шутка, об этом чуть-чуть попозже будет интересно. Друзья мои, сегодня классный, просто бытовой влог, но он имеет место быть на нашем канале, учитывая, что мы приехали сюда в Москву разгонять тоску. Так что обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на нашу группу в телеграм-канале, вот по QR-коду. Можете это сделать, если смотрите с телевизора, либо по ссылочке в описании, там контент, который сюда никогда не попадет. Конечно, пишите комментарии, подписывайтесь на ютубчик, если еще не подписаны. И погнали в новый интересный выпуск, он точно будет интересный. Мы только вернулись домой к мамульке, в итоге нас мамулька встречает узбекским пловом. Видимо, ее узбек укусил. Но он реально клевый, очень вкусно, он мирожку уже наяривает за две щеки, как белка засовывает, видите? Папа, папа. Это папина, да. Фу, чем чеснок? Вот сколько чеснока, правильно? Под руку прям, не знаю. Для вкуса. Вау. Офигенно. Сам по себе вкус. Ууу. 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 У нас здесь в Подольске есть подруга, Танька. Мы когда приезжаем, она всегда делает шарлотку. Всегда по очень не приезжаем, потому что... Она реально очень вкусно делает шарлотку, я прям обожаю. Мы, короче, тут набрали пакет. Тут и мука, и яйца, короче. И это, короче, вся продуктовая корзина, которая нужна на шарлотку. Пойдем, идем в гости. Да, беспалево сейчас, короче, перейдем. Она даже не знает, что мы приехали. Постучим, и это отдадим, и скажем, давай, делай. Здесь, короче, на районе есть классный двор. Он там в Московской области занимал какие-то там прям премии, что типа классный двор. Здесь вон новую площадку поставили. Здесь, типа, есть какой-то сад камней. Здесь еще вон есть прикольный столб со всякими направлениями. Там Минск, Керчь, Новороссийск, там Владивосток и так далее, и тому подобное. Ну, короче, заморочились здесь люди, кто живет в этом дворе. Красавчики. Вот так вот калитку открываешь и попадаешь. А ты хрен откроешь, это только для местных получается здесь. Короче, вообще дом прям полностью весь закрыт в колючке. Ни зайти, ни выйти, ни проехать, ничего, блин. Нифига они тут заморочились. А, короче, позвонили Таньке и разыграли ее. Вот. Она там аж занервничала. Надо было записать этот разговор, но в итоге, короче, все прожали. Мы прям по двери и поставили все продукты. А то она засуетилась. Ой, у меня ничего нету. Я говорю, у нас полный набор с собой. Вот сейчас, чуть позже пойдем шарлотку готовить. Танюха печет шарлотку. Мы так не спечем. Это у нас... Мы, знаете, мы все сколько лет жили и даже приезжали. Каждую осень мы к родителям приезжаем. Да, и мы всегда встречаемся и ходим в какие-то... Кстати, сюда было теплее. Мы гуляли в всякие парки, на пикники. Она всегда готовила шарлотку. И у нас... Для нас со славянами... Это просто такая теперь тема. Особая традиция сложилась, что Таня с нами у нас готовит шарлотку. Мы заказываем ту или роллы. Да. Как самые хозяйственные люди. И вообще, видите, какая осень, Слав. Перевернутри, как красиво. И тепло, кстати. Ну, на улице морозь, нет солнца. Но да, как бы я вон в кофте гуляю. Все как бы нормально. Я в купонике. Хорошо. Взял у мамы машину. Буду временно передвигаться вот на такой тачке. Это Discovery. Здесь, короче, вон у собачки даже свое место. Видите, есть. Я, кстати, делал обзор на эту машину. Это Discovery 3. Вот. Год я, правда, короче, не помню какой. Вместе с мамой катался. Выбирал эту машину. И вот выбрали очень хорошо. Машина, просто Танк. Делал обзор на эту машину. Можете по ссылке перейти, посмотреть. У нас тогда была еще ML. Я как раз сравнивал две машины Discovery и ML в плане какого-то передвижения, в плане путешествия. Но это получился очень интересный обзор. Он не типичный, как делают все. Это вот действительно такое жизненное сравнение. Вот зайдите обязательно. Гляньте. Ну, а мы будем вот так вот на дискоре двигаться. Как же неудобно садиться за руль. И непривычно. У меня вот здесь вот переключатель, да. А у мамы здесь внизу. И, короче, рука прям тянется. Я помню после этого. Мерса садился, когда на другие машины. Прям вообще вечно ищешь. А на Мерсе на руле. Селектор. Приключение. И ты такой отдергаешь. А тут, короче, эти дворники включаются. У дискоря есть просто безумный плюс. Это пневмоподвеска. Она сжирает вообще все неровности, которые вообще возможны. Как она проходит даже лежачие полицейские. Это офигенно. Кто ни разу не пробовал пневму, прокатитесь на машине с пневмой. Это вообще, это особое удовольствие. Да, обслуживать надо, но как происходит сжирание всех неровностей на дороге, это очень круто. Мы в Амульке, короче, на день рождения. Пару лет назад дарили айфон. Тогда вышел он какой, 11 или 12, я уж не помню. Ну, короче, дарили ей на день рождения. Она такая вся довольная, туда-сюда. Но она, короче, к этому айфону купила себе какие-то галимые китайские часы, типа там Apple Watch. И что-то периодически жаловалась на них. В итоге они сейчас у нее вообще накрылись. И коль мы оказались, короче, здесь, приехали к ним в гости, мы решили маме задарить нормальные Apple-овские часы, чтобы она наслаждалась, не мучилась, а действительно наслаждалась. Вот, короче, пойдем сейчас задарить. Ну так, вот полный комплект. Держи. Вот, надо обязательно получить кайф распаковки Apple-овской техники, понимаешь? О, ты че? А это... Это второй ремешок. Ой, ну ладно. Ну так распаковывай, че-то ладно. Так а че я... Вот часы. А это че такое? Часы. Вот часы. Вот это. Вот зарядки все. Мари, даже чек есть, короче. О, а че это? Вот, это беспроводная зарядка. Ну что, друзья, они очень любят камеру, поэтому не получается снимать. Но смысл в том, что, короче, шарлотка была готова, такая большая. Я запретил там вообще всем прикасаться к шарлотке. Ты ела кусочек, Настя? Конечно. Ела? А, и пацаны немножко похватали. Ну, короче, большая часть шарлотки, такая большая, короче, была. Съел я. А, вот тут фотка, ловите. Ну, и, короче, смысл в том, что все шарлотки осталось только вот столько. И ты ее собрал. И я ее собрал. Муж уходил, говорит, ты че, говорю, шарлотку, мне, говорю, упаковывай. Не, просто Таня настолько вкусную готовит, что прям вообще, у нас прям прикол, мы когда приезжаем в Подольск, всегда идем на шарлотку. Короче, вот такие у нас классные друзья. Я сейчас занимаюсь тем, чем очень не люблю заниматься, это распределение подарков среди наших зрителей, кто выигрывает на стриме. Очень жаль, конечно, что, во-первых, не все присылают адреса, но просто многие не хотят даже участвовать ни в ком розыгрыше, просто они нас так поддерживают. Второе, это то, что многие зрители не получают свои подарки, когда им приходят на почту. Вот, например, со Шри-Ланки, да, Ди, если смотришь, тебя касается. Вот, она уже вся такая замятая, вернулась. Ну, Ди сказала, я снова получу, вот нам придется снова отправлять. Вот, это как бы дополнительная нагрузка финансовая, потому что посылочки отправлять, ребят, сейчас вообще не дешевое удовольствие. Да, ну, короче, все, сейчас все уедет. Погода, конечно, дрянь. Бегу на почту отправлять все посылочки. Радует одно, что хотя бы тепло, и можно ходить в кофте. Старший брат учит младшего брата залазить, да, на горку. Давай, давай, давай. И молодец. Молодец, Мирош, аккуратно там. Артем, давай, скажи. А вот еще один старший брат. Лежит. В одиночестве отдыхает. Мирош, догоняй, скорее, братанов, навстречу им едь. Давай, 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 давай. О, Мирошка так уже наяривает. Такая стопища чеков. Просто офигеть, ребята. Вот когда вы не получаете свои подарки, конечно, это очень сильно расстраивается. Столько времени теряешь на почте. Единственное, что они сейчас сделали очень круто, что ты просто заполняешь все в приложении и экономишь, конечно, очень много времени. Вот насколько же удобно, когда ты находишься у себя. Пришел в банк, бла-бла-бла, все показали, все решили, приложение установили. Сейчас приложение Сберовское ставится просто очень люто и интересно. Я просто давно не пользуюсь Сбером, потому что я считаю, что это самый дебильный банк. Вообще вот, вот серьезно, по всем параметрам. Наверное, никогда и рекламы у меня не будет Сбера на канале. Ну, короче, смысл в том, что они там подключают свой, мой телефон к своему компьютеру, вводят какие-то Сберовские ID, потом выходят. Короче, просто какой-то прикол. Но в любом случае все максимально удобно, все очень быстро, все тебе объясняют, ты всех понимаешь. Короче, после жизни за границей, конечно, это... Я вот до сих пор, сколько времени уже прошло, да, сколько мы здесь. И до сих пор вот это вот настроение, что типа, а, нифига себе, ты всех понимаешь. И тебя всех понимают, это очень прям ценно после такого срока нахождения за рубежом. Так здорово стало на всех этих бульварах. Здесь район называется Кузнечики, потому что выросли деревья, появилось много зеленушки. И сейчас здесь даже красивая осень, потому что, да, деревья становятся разноцветные, такие краски приятные. Еще бы солнышко светило и дождика бы не было, было бы вообще потрясающе. Пока шел домой, зашел в Барбару, навел марафет, теперь моложе, и мне он говорит. А что же он меня спросил-то? Ну, короче, я ему говорю про то, что у меня уже дети там, жена, трое детей. Он такой, нифига себе, ты так молодо, типа, выглядишь. Я такой, ну да, вечно молодой. А на ужин у нас лазанья, фунчоза и нарезки. Готовила Настенка. Ну, ребят, что у вас там? Новые пистолеты, да? Мама, ну посмотри, уродик за 1800 такой большой. Ничего себе, вот это мы... За меня убьете! Короче, набрали пацанам, купили новый пистолет, потому что два последних в Турции покупали, они у нас потерялись. Один точно потерялся, один Родион свой подарил своей подруге. А здесь у нас еще броня и пули, да? Завтра идем в гости, к друзьям, будем играть и запаслись. Нет, мы с Артемом поспорили, что мы в следующий раз придем с нерфами. Мальчишки накопили деньжат, скинулись, уродика было чуть поменьше. И, короче, купили себе долгожданные нерфы огромные. Родика, родика, какой огромный бой. Смотрите, какая крутизна. Да, да, это родика, здесь с пульками, блин, прикольно, конечно. И вот, а где броня вот эта вот все? А броня сейчас подожди. Давай. А это комплект брони. Ну-ка, Тем, распаковывай. О, Родик, ты рад, да? Да. Иди к вопросу. Я самый крутой. Это ты кому подаришь? Никому. Мы покупали в Турции два больших нерфа, в итоге Артем Косой потерял, а Родик подарил Мие. Наверное, помните из наших выпусков, девочки из Украины. Вы же его теперь копили на новое. Так, здесь в комплекте пульки, понятно. Ух ты, ничего себе, смотрите. Это что? Это магазины. Что за магазины? Сейчас покажу. Это какие-то повязки, очки даже есть. И, короче, маски. Что будет прослета для пульки? Да, да, да. Так, жилеты, ну-ка, давайте, в общем, одевайтесь, показывайте, как вы будете выглядеть. Короче, здесь в комплекте с пистолетом шел такой магазин, его заправляем и эту обойму вставляем вот сюда. Так, подожди, Родик, подожди. На, поснимай папу. Ну-ка. Только меня бы не стреляли в доме очень. Ладно, пап, тестируй сначала. Ох, ешь, кровать. Все, патроны закончились. Пандыр, все пули растеряешь, зачем так? Ну, неплохо, вообще. Учитывая, что он стоит тысячу с копейками, это вообще пушка. Теперь выпуски начинать будем именно так. Всем привет. Пацанов будет теперь веселье. Теперь они нас будут атаковать, да? Теперь мы будем нашего друга атаковать, мы с ним поспорили. Очередное блюдо, это лагоман. Дедушки. Все, прям наедаемся, да, как следует. Ну и как наедимся, так можно отправляться дальше в путь. Соскучились мы уже за Азией, вот прям очень душа уже рвется, поэтому я сегодня не выдержал. Вот такие купил гигантские манго. Это египетские. Мы когда у Вавки были, у брательника моего, он покупал, но брал в перекрестке, они такие уже. Или, да, в перекрестке, короче, на пакте, кстати, дешево стоили. Здесь что-то 350 рублей за килограмм. Вот. И они были достаточно вкусные, но не такие, как на Шри-Ланке. Ну, сейчас попробуем. Еду сейчас в саму Москву. О-о-о-о-о-о-о-о. Разгоняй тоску. Хочу с вами немножко поделиться, да, и взять вас с собой. Большая семья у нас. Кто давно наблюдает, знает. Ну и смысл в том, что у нас сейчас дети растут. И, естественно, все просят себе технику. Естественно, у Тёмки есть телефон, мы ему дарили на день рождения. У Родиончика есть планшет. Дальше у Тёмки есть еще компьютер, чтобы он занимался, да, школьную программу проходил. У меня есть компьютер, у меня есть телефон, ну и так далее. И так далее, тому подобное. Но смысл в том, что, естественно, так как они дети, они бывают и разбивают. И вот мы уже показывали, последний раз ремонт мы делали в Грузии, по-моему. Да. Тогда очень плохо починили. Мне телефон так вообще трындец. Заменили, поставили новый экран. Мы 20, ой, 20, не говорю, 200 лари или 250 даже лари мы отдали за замену экрана. В итоге экран починили очень плохо. Либо он бракованный, либо что-то там со шлейфами, не знаю. Но смысл в том, что мне снова нужно менять экран. Что касается Темкиного компа, зарядку вообще не держит. Провод вытаскаешь, все, надо менять, ставить новый аккумулятор. Родика планшет вообще уже добили. Уже и Мирошка там приложил свою руку. В итоге там замена экрана нужна обязательно. Надеюсь, что обойдется только самим экраном. И что-то матрицу ничего не придется менять. Мой компьютер тоже уже пишет, что техобслуживание требуется батарейки. Он очень слабо ее держит. Там хватает буквально минут на 30, наверное, на 20. Вот. Ну и динамики у меня сели. Поэтому сейчас еду в Москву. У нас здесь есть корифан брата, который много лет занимается. Вовка вообще только к нему ездит. Я не хотел ехать в Москву. Мне просто так лень тратить на дорогу столько времени. Да, там час туда, час обратно. Там еще ожидания. Думал, в Подольске где-то решу этот вопрос. Но здесь такие цены, они заряжают на ремонт, что я думаю, ничего себе. В итоге поеду в Москву. Сейчас мне починят. Расскажу, что сколько стоит. Но я уже примерно понимаю, что рублей на 20 мы попали. Я так обожаю ландроверы. У них есть огромный плюс. Ну, понятное дело, что это рамный внедорожник. Но еще то, что у них пневмоподвески. Я уже сколько раз про это говорил. Наверное, все устали. Почему на мультивены не ставят пневму? Это была бы просто самая реально лучшая машина в мире, если бы там была бы пневма. Просто для тех, кто никогда не ездил на пневме, не поймете. Но если хоть чуточку есть такая возможность, прокатитесь. Вы прям поймете, про что я говорю. Все неровности, все лежащие полицейские. Машина просто съедает. Да, кайф. Но я бы с удовольствием себе купил не Discovery, а вот такой вот Range Rover Sport где-то года 14-го. Я бы себе с удовольствием бы взял. Классная тачка. Взял бы атмосферник 5-литровый, чтобы прямо она нормально ехала. И кайфовал бы. Наверное, когда приземлим свои попы на какое-то время, я себе возьму. Вот мы когда МЛ-ку брали, и мы рассматривали 4-й Discovery, рассматривали X5, Range Rover Sport. Конечно, Range Rover Sport это такая моя давняя мечта. Здесь еще на подъезде к Москве дома растут просто как грибы. Это все районы какие-то. Бутово, Бутово-парк, Бутово-парк 2, еще какой-нибудь Бутово. Вон там вот тоже огромный-огромный комплекс. Построили их просто. Тьма здесь этих домов, я не понимаю. Неужели действительно все эти квартиры покупают с такой же скоростью, как их и строят? Что я действительно очень сомневаюсь. Ну и, конечно же, меня бесит просто любое шоссе, в данном случае Симферопольское, в будний день, с утреца. Потому что всегда все стоит, и ты ползешь, ползешь, ползешь. Вообще, я очень сильно ненавижу пробки. Я как-то считал, короче, сколько лет потратит человек в пробках, если он работает, например, в Москве, а живет, к примеру, там, в Подольске, и ему нужно ездить в Москву. Статистика, конечно, мой подсчет, конечно, меня не радовал вообще. Вон, посмотрите, посмотрите, какая плотная застройка. Вот это да. Неужели вот реально вот все квартиры распроданы? Ну что же, идем учинить технику. Эх, минус 25 тысяч просто. Вот так вот отлетело. Это еще при условии, что надо было на Airy менять клавиатуру, но клавиатуры в наличии нету, нужно было ждать еще, короче, 2 часа. Поэтому я так подумал, нафиг надо, либо в другой раз, ну а пока пользоваться этой, ну а любой клавиатурой через USB. Да, собираем все денежки на Таиланд, в итоге бах, вот такие вот траты. Ну а без них никак, потому что делать это надо однозначно, и если с этим вылипнуть в Таиланде, то я думаю, что там будет все это дело стоить гораздо дороже. Ну и плюс здесь свои проверенные люди, кому я доверяю, кто технику починит, ну прям 100% хорошо и досконально. Не просто типа я принес, говорю, так, Миша, мне нужно поменять батарейку, он тебе хлоп, батарейку поменял и закинул. Нет, он сделал полную диагностику, сказал, что нужно дополнительно еще, все платы, которые были окислены, прочистили там под ультразвуком, ну и так далее, и тому подобное, короче. И, наверное, вы тут же логично спросите, а что контакты не оставляешь? Я действительно их не оставлю. Здесь на самом деле фишка в следующем, что они работают исключительно только с юридическими лицами, и мне, брательнику, ну там, короче, чинят, если физиком, то только друзьям, больше никому. Но это, к сожалению, вот так вот, поэтому контакты не оставлю. С подели от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру Наверное, впервые за долгое время я встал так рано... А, кстати, я вставал рано так, когда мы были на Эльбрусе и просыпались там на плата на 2400, а мы встречали рассвет на Эльбрусе. Да, кстати, кто не смотрел выпуск, гляньте, это просто вау. Да, тогда я вставал рано, после этого так рано я больше не вставал. Сегодня что-то пол седьмого что ли встал. Хочу спать, естественно, рано завтракал, хочу есть. Ой, блин, я надеюсь, я приеду, там Настенка что-нибудь приготовит. Ну, естественно, сейчас приедем, будем смотреть на радостных детей, что им подчинили, наконец-то, технику. Папочка. Папа. А ты что? Я тебя люблю. Хрюшенок. Папа, покажи планшет, папа, покажи планшет. Папа, покажи планшет. Папа, покажи планшет. Папа, покажи планшет, покажи планшет, покажи планшет. Ну, вы поняли. Красота. Техника работает, летает, Настенка вообще доволен, потому что теперь ускорение просто будет в учебе. У меня, естественно, по работе будут дела, теперь гораздо все быстрее делаться. Но Родик доволен, что планшет починен. Это прям very good. Осталось только мне дубль-два поменять экран, потому что в Грузии мне поменяли и поставили не очень, но на это нужно еще 10 тысяч экран, и чтобы активировали FaceTime заново, это еще 5 косарей. Короче, до хрена. Такой у нас выпуск получился, собранный просто из нескольких дней на самом деле. Помните, что все самые важные и нужные ссылки есть в описании к этому видеоролику. Обязательно нажмите лайк, если вначале забыли это сделать. Пишите комментарии, напишите, как справляетесь. С серостью только не пишите, пожалуйста, что ничего страшного, можно к этому привыкнуть. Я думаю, что самое лучшее решение всегда менять картинку и создавать возможность куда-то уезжать, заряжаться солнцем. Потому что здесь я смотрю погоду, здесь солнце, все, его это, походу вырезали и удалили нафиг. И когда оно появится, теперь походу дело неизвестно. Все, ребятки, буду с вами прощаться, увидимся в новом видеоролике. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok